всем добрый день сегодня мы поговорим о важной теме опасности разрушительных землетрясений и израиле и что мы можем с этим делать если сказать в двух словах опасность очень велика раз в сто лет в израиле происходит разрушительные землетрясения и примерно одна третья часть жилого фонда израиля построена таким образом что крупнейшие разрушения могут произойти с десятками тысяч жертв с другой стороны если приложить правильно усилия то даже в течение 8 или 10 лет можно перестроить эту одну треть жилого фонда израиля и таким образом спасти большое число людей от смертельной опасности это предложение составлено в содружестве группой ученых репатриантов докторами наук физики владимиром файнбергом и гершином левицкий доктором технических наук в области строительных материалов бетона частности песка бетона константиновым львовичем михаилом карповским профессором международной академии архитектуры архитектором аврамом шарнопольским специалистом по общесистемным вопросам а также одним из видных руководителей израильского сообщества русскоговорящих ученых александром теслером специалистом в области строительства с очень большим опытом баруха ярмолинский специалисты в области строительных конструкций в частности сейсмостойких строительных конструкций с огромным опытом около 30 лет работы в израиле и я михаил цыбулевский доктор наук в области исследования операций методов оптимизации работающих технологий я бы начал свой рассказ с более широкой картины вблизи израиля располагаются массивные тектонические плиты огромная евразийская плита которая захватывает как видите европу и дальше продолжается на восток африканская плита аравийская плита и меньше анатолийская это там где турция находится и эгейская эти плиты находятся во взаимном движении синими стрелками указаны направление их движения толщина стрелок пропорционально скорости и там где эти плиты сталкиваются наезжают друг за друга или наоборот расходятся расположены зоны технической активности как мы видим вблизи израиля в основном находится аравийская и африканская плита и так называемый сирийско-африканский разлом проходит по восточной границе израиля мы сейчас посмотрим на это более подробно секундочку переключить на следующий экран вот тут как бы фрагмент от этой картинки взятый из википедии кстати из раздела который как раз эгейскую плиту описывает но как-то удачно что и мы попали в эту область вот опять же вот примерно здесь находится израиль и вот этот сирийско-африканский разлом между африканской и аравийской плитой и кроме того хорошо увидеть общую картину и вы видите тут тоже стрелками показано движение плит но в отличие от предыдущей картинки эти стрелки указывают движение относительно африканской плит плиты и мы видим что например аравийская плита она вдоль смещается то есть мы хоть и находимся на разломе но относительное перемещение не самое большое а вот другие плиты они более агрессивно наезжают друг на друга если мы перейдем к следующему слайду вот то мы увидим зоны сейсмической активности вот на этой карте указано землетрясение вероятностью 10 процентов за 50 лет какие самые сильные могут быть землетрясения и сила землетрясения указана единицах максимального ускорения метров в секунду в квадрате мы знаем что ускорение свободного падения это 9 и 8 метров в секунду в квадрате вот если ускорение при колебаниях почвы грунта будут 9 и 8 это наиболее разрушительные землетрясения часто бывает меньше это все еще очень сильное землетрясение и мы видим да что зоны землетрясения вот допустим красным коричневым они действительно примерно соответствует стыкам между плитами и ну израиль находится в такой розовой области мы видим вот тут максимальное ускорение землетрясение в землетрясениях там вероятностью 10 процентов за 50 лет у нас порядка 32 метров в секунду в квадрате это все еще довольно разрушительное землетрясение там соответствующих грубо говоря там 67 баллов но у наших соседей ситуация намного более тяжелая как мы видим тут вы видите на этой карте даже и грузия и армения показана и турция и кипра очень опасная область а в израиле мы немножечко расхолаживаемся но раз в сто лет к сожалению трясет очень сильно и и к этому надо быть готовым вот а сейчас мы делаем следующий шаг и вот этой карты нашего района землетрясение в нашем районе мы переходим к более подробной карте уже карте израиля и мы действительно видим что вот вдоль восточной границы израиля по линии кенерет и даже севернее кино это и на юг вдоль мертвого моря по иорданской долине и дальше по долине арава и до эйлата проходит зона вот эта максимальная сейсмической активности но между прочим в израиле есть еще один разлом местного характера так называемый бейчан ягур это он начинается южнее кинер это идет сторону хайфы и поэтому мы видим что хайфа тоже находится в зоне повышенной опасности землетрясения тут я должен сказать на на этой карте несколько другой масштаб он такой успокаивающий если вы видите что вот эта вся часть куда включает наталья тель-авиве так далее она зеленым цветом на самом деле там ну грубо говоря на один балл рихтера меньше сейсмическая активность а может даже не не на один балл надо более подробно посмотреть масштаб ну короче говоря быть сейсмически готовым надо и в той области которая является зеленым а также есть города входящие в желтую полоску такую про не промежуточную и например а рад который находится вблизи мертвого моря тоже грится находится в зоне такой который нужно уделять внимание давайте пойдем дальше по нашим слайдам секундочку вот а здесь кстати я уже в более крупном масштабе показал вот эту перемычку бейт-шан и дальше в сторону хайфи и вот интерес это это то что называется из израильская долина это такая низменность хотя со всех сторон тут такие возвышенности и горы как мы увидим на следующем слайде это низменность как какая очень благоприятная для сельского хозяйства и там проходит железная дорога и к сожалению вот эта железная дорога она проходит по сейсмически опасной территории вот которая хайфу с опулы там соединила относительно недавно там же была из старая железная дорога еще с турецких времен вот а сейчас как бы ее продолжили заново уже современном виде и химическая промышленность хайфы к сожалению тоже находится довольно опасно месте так что хорошо что там склада аммиака оттуда убирают но более серьезно надо к этому отнести и вот кстати на сайте экскурсоводов из израиля вы видите мадрихим блокпост блокпост мадрихим я нашел прекрасную иллюстрацию карте израиля вот мы видим озеро кинерет и орданская долина мертвое море сожалению не показан весь путь к эйлату но мы также видим что вот эта вся низменность приморская она горами 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 самарии иудеи отгорожена с востока ну и вот здесь и иерусалим находится в частности и шхем и так далее и мы видим вот эту израильскую долину которая соединяет область кинерета с хайфа и как мы уже сказали большому сожалению это тоже зона сейсмической активности которой надо большое внимание уделять и буквально вчера сегодня было сообщение о том что в бейчане которые находятся вот примерно здесь вот здесь на карте произошло землетрясение силой три с половиной балла она не 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 опасно хотя в этих местах люди чувствовали в сообщениях новостей там говорилось что мебель ехала вдоль квартиры люди чувствовали что трясется почва под ногами еще раз это не опасно но это нам предупредительные звонки мы серьезнее отнеслись к этой проблеме вот и на следующем слайде я выписал крупнейшие землетрясения которые происходили в нашем районе за последние века очень разрушительное землетрясение получила название ближневосточного это была целая серия землетрясений она как бы захватывала северную часть израиля и район ливана современной сирии в 1759 году и по различным оценкам до 20 тысяч человек погибло следующее печально известное землетрясение 1837 года цфацкая иногда его называют также землетрясение галилеи эпицентр было южнее кинер это в таком месте кто называется румфаут и от было практически разрушен в целом около 6 7 тысяч человек погибло и евреи покинули цфад на долгое время после этого и относительно недавно уже 1927 году землетрясения в эпицентре с эпицентром в районе ерехо пострадал иерусалим ерехо рамли твери схем и по меньшей мере 500 человек погибло погибло вот в 2015 году на сайте войны news вышла прекрасная обзорная статья вот указанные авторы ну как всегда когда происходит такое небольшое землетрясение в израиле люди вспоминают о важности этой проблемы и вот под влиянием либо когда серьезное землетрясение происходит других странах вот я уже не вспомню то ли где-то в тибете в гималаях большое землетрясение происходило то ли не небольшое в израиле но по крайней мере это было толчком написание очень хорошей обзорной статьи но вы видите что статья начинается с фотографии печальной вот руины зданий в иерусалиме после землетрясения 1927 года вот и приводится цитаты разных знающих людей а также тех кто ответственный за ситуацию частности государственный контролер израиля в 2011 году утверждал что и при том состоянии зданий которые у нас есть катастрофа могла может унести порядка 15 тысяч человеческих жизней и разрушены сотни тысяч зданий министерство строительства значит какая история в 1980 году вышел новый стандарт строительства в Израиле который требует уже современную нормальную сейсмостойкость зданий и где-то 1982 года начали возводиться здания соответствующие этому стандарту хотя вот участник нашей группы Баруха Ермолинский он говорит следующее вот у него есть прекрасное интервью на 9 канале кстати его можно в интернете найти что только с середины 90-х годов в Израиле стали возводиться здания с укрепленными защитными комнатами это такие стояки из укрепленного бетона скажем так например по четырем углам здания куда люди и там эти комнаты безопасности куда люди могут прятаться в случае там ракетных обстрелов и так далее и вот эти четыре стояка они существенным образом укрепили здания то есть здания построенные с комнатами безопасности они уже по-настоящему сейсмостойки здания вот в этот промежуточный период с восемьдесят второго условно до девяносто пятого года видимо они несколько прочнее чем здания построены до этого однако все еще знак вопроса и они каждое индивидуальное нуждается в серьезной проверке так вот по крайней мере восемьсот десять тысяч квартир находятся в зданиях построенных до тысячи девятьсот восьмидесятого года согласно этой статье и утверждению министра строительства вы можете представить масштаб работ которые требуется произвести для для улучшения безопасности граждан вот и также есть еще два эксперта один из них профессор Машей Инбар эксперт в естественных области управления поведения при естественных катастрофах эксперт из университета вот по его утверждению что при землетрясении в шесть баллов и выше ну вот такие которые в Израиле происходят в среднем раз сто лет около девяносто процентов структур зданий построенных до восьмидесятого года находятся в состоянии опасности просто могут рухнуть в особенности тренд стра я думаю что здесь имеется ввиду домах трамвайщиках я могу предположить такие удлиненные здания которые в 50-е годы возводились а также дома на сваях вот это действительно бич Израиля и Аврум Шарнопольский много эту тему исследовал тоже участник нашей группы в 70-е были построены эти здания они и сами по себе не устойчивы к землетрясениям а кроме того эти бетонные сваи они дают трещины там ржавеет арматура они многие из них к сожалению дошли уже до такого состояния что они могут рухнуть даже в обычных условиях без всякого землетрясения и указано в этой статье что сотни тысяч людей живут в Израиле в таких структурах также профессор Машейнбар указывает наиболее опасные зоны расположены вдоль этого сирийско-африканского разлома он называет его здесь восточно-африканский разлом значит это нижние районы в Твери Бейдшан вот который буквально сегодня вчера тресло районы Сфата в Сфате есть районы которые на скальной породе построены по утверждению профессора инбара они более устойчивы а есть районы которые не на скальной породе они менее устойчивы кириат шмоны и также зона гостиниц в Эйлате которая возведена на таких осадочных породах грубо говоря к чему-то что только может немного более плотно чем песок и еще один эксперт профессора Ави Киршенбаум тоже по управлению катастрофами тоже в Хайском университете значит он уже описывает сценарии что к сожалению может произойти если сильное землетрясение в Израиле случится сейчас рисует ужасную картину рисует ужасную картину огромное количество жертв на улицах погибшие люди которые не могут даже быть идентифицированы или эвакуированы или похоронены это все на первом этапе землетрясения потому что вот эти массовые разрушения жертвы их количество намного превосходит мощность тех спасательных служб которые сегодня в Израиле есть просто раненые люди вынуждены будут сами себе оказывать помощь и в связи с этим призывается вот произвести массовое учение среди населения вот что вот как более такой более продвинутой форме не просто выбежать из домов а какие активные действия можно производить с тем чтобы помочь себе и людям вокруг также вода электричество канализации газ все эти инфраструктуры могут быть разрушены и и также и связь то есть люди останутся без связи без связи друг с другом и вода даже в эти первые дни может быть огромной проблемой и вывод такой что в первые три дня если не дай бог случится эта массовая катастрофа люди не смогут рассчитывать ни на какую помощь только на себя только впоследствии командование тылом спасательные службы видимо смогут добраться к основной массе пострадавших в в в в в в в Продолжение следует...